привет решил я записать обзорчик значит на корпус big white темная база 700 вот он у меня лежит аж наверно недели две или три я подумал что обзорчик нужен я два дня наблюдал за этим корпусом все там смотрел трогал его протирал начала хотел сделать прямо вот распаковку не зная об этом корпусе вообще ничего и понял чтобы сделать видос максимально информативным и коротким надо сначала полностью изучить этот корпус а потом преподнести его вам вот вот так выглядит красавчик он весьма таких внушительных размеров погнали смотреть с чего значит начнем передняя крышка алюминиевого верхняя тоже алюминиевая алюминий очень марки поэтому вот я перчатках это все делаю здесь значит у нас подсветка она регулируется а кнопочкой спереди то есть можно сделать статический цвет можно сделать такой угасающий вот за этой решеткой расположены как вы можете видеть такие пластмассовые ячейки которые служат так скажем приглушаем приглушаем звука исходящего из корпуса долго думал как снять эту переднюю крышку потом все-таки решил открыть инструкцию и посмотреть снимается она очень просто стягивается вот значит здесь у нее шумоизоляция у верхней крышки тоже шумоизоляция и открыв переднюю крышку вы сразу попадаете на передний фильтр вот то есть это реальный фильтр он не от животных пыли и нижний фильтр очень длинный на всю длину корпуса в комплекте у него значит на вдуве 140 очка и на выдуве 140 очка модельки это silent тихие подсветка передней крышки цепляется вот на такие контакты то есть без всяких проводочков просто одевайте и цепляйте вот она иногда не дожимается приходится ее до хлопать не знаю с чем это связано по материалам который заявляет производитель значит тут металл 0708 миллиметра алюминий 08-1 миллиметр по моему стекло 4 миллиметра abs пластик и вроде все чеклянная боковушка по старинке на барашках не совсем удобно но как бы и корпус он не новый толстый стекло хорошие что мы видим изнутри значит у нас тут ну кожух блок питания вот такие резиновые отверстия для кабелей пластмассовые заглушки под жесткие диски три с половиной сейчас тоже покажу как они крепятся вот этот кожух от блока питания он полностью разборный здесь вот такие от пластиночки они я так понимаю выполняют декоративную функцию то есть вот на это на это место вы можете поставить вентилятор для охлаждения жестких дисков эти вот тут отверстия для продува наверно вот здесь вот отверстия скорее всего пройдет кабель питания видеокарты вот но это тоже снимается ну то есть наверное больше это сделано для продува и для прокладки кабеля вот это вот панелька она тоже вся пластмассовая очень легко снимается вот так вот достается и тут можете поставить очень легко блок питания все развести все кабели вот здесь две корзины под жесткий диск 35 в них же можно установить два с половиной жесткие диски даже по два по моему на одну корзину они идут сибра газами сейчас тоже покажу это вот мой powerbank через который я запитал его чтоб подсветку сразу вам показать на верхней крышке шумоизоляция и вот такие вот узенькие отверстия под выдув воздуха тоже для максимального уменьшения шума заглушки на писать слоты они перфорированные и очень качественные то есть вот они все на барашках здесь есть возможность установки видеокарты через razor садочные места под стекло вот на таких вот проставках и такие вот резиночки верхняя крышка как вы можете видеть она на винтах и сам корпус он весь разборный то есть вы можете его зазеркалить если например вам не нравится расположение окна справа вы перебираете все его переставляете вот эту вот панельку под материнку на эту часть и у вас получается окно слева также вот на боковой крышке здесь шумоизоляция сзади значит много посадочных мест под два с половиной контроллер для вентиляторов вот здесь переключение на так скажем модификацию вращения вентиляторов можно сделать их тихими можно сделать их обычными вот когда делаешь тихими их также можно регулировать через переднюю панель вот на передней панели здесь есть риа басик такой аж в четырех положениях то есть авто 123 то есть вы можете на тихом режиме их регулировать по всем четырем скоростям и на обычном режиме также раз уж панель смотрим юсб тайп си микрофон наушники кнопка включения индикатор же работы жесткого диска это кнопочка регулировки подсветки и 2 юсб 30 вот ничего лишнего вот это как я уже сказал заглушки под жесткие диски то есть не знаю зачем но вы их можете выводить прямо внутрь корпуса сейчас покажу как вот тут в комплекте как раз идет дополнительный кожух для жесткого диска вот с такими виброгасами они по моему силиконовые очень приятные сзади вы его продевайте закручиваете и он получается у вас вот здесь вот стоит вообще я думаю что очень прикольно можно это все обыграть то есть как-то стилизовать их тоже покрасить обязательно мы их покрасим то есть вот снизу вот эти вот мы тоже поставим вот сюда наверх и что-нибудь с ними придумаем вот тут в инструкции производители пишет спереди можно установить две либо 140 либо 120 очень странно потому что сюда влазит однозначно 300 двадцатки сверху 3 140 или 300 двадцатки на кожухе блок питания 1 40 или 1 120 и внизу 1 40 или 1 120 и раз уж у нас верхняя панелька съемная давайте я сниму и посмотрим значит вот здесь дополнительное отверстие для вентиляции у самого края задней стенки и вот 120 и три штуки и по 140 вот что-то такая дополнительная вентиляция на выдув просто на задней стенке тоже очень интересно наборчики у нас еще значит тут идут вот такие вот липучные стяжки для проводов 6 штук их тут разные винты по старинке и 4 вибро газа для установки накопителей ребят напишите кто знает где можно взять вот такую шумоизоляцию потому что ничего подобного в автомагазинах я не находил и по сравнению с битумной она очень легкая кстати под блок питания кстати вот такие еще жирные резиночки а вот эти вот сеточки на ножках они просто просто декоративные тут вот она идет цельная такая очень прикольно смотрится ну вроде как все в этом корпусе показал рассказал максимально быстро короткая информативно понятно думаю что вам было интересно вообще считаю что этот корпус однозначно стоит тех денег которых за которой его продают учитывая его конструкторские решения вот например по смене сторон шумоизоляцию само качество в целом то есть ну те люди у которых есть деньги на такие корпуса они их покупают мы к сожалению нет а к л 500 будет я думаю что через недельки не буду это говорить потому что всегда когда я говорю это затягивается на месяц поэтому ждите к л 500 кто не смотрел обзор на к л 500 он уже есть вы можете его зайти посмотреть я его за выкладывал но скорее всего вы все уже посмотрели все спасибо за то что смотрите ставите лайки комментируете не забывайте про соцсети инстаграмчик групп вконтакте там вся доп инфа обнял и пока